Здравствуйте, уважаемые участники отборочных туров и всей Олимпиады Я профессионал. Сегодня мне предоставлена возможность ознакомить вас с заданиями отборочного этапа Олимпиады Я профессионал по географии. Я директор Института наук и земли Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент Русского географического общества Чистяков Кирилл Валентинович. Моя задача рассказать вам о самых важных рубежах при прохождении Олимпиады Я профессионал и о структуре заданий, которые вам предстоит преодолевать. График отборочного этапа сейчас перед вами на слайде. Даты прохождения отборочного этапа 22 ноября с 12.00 по 21.00, 26 ноября с 9.00 до 18.00, 28 ноября с 12.00 до 21.00 и 2 декабря с 15.00 до 23.00. У каждого будет возможность проходить задания Олимпиады отборочного этапа в течение 120 минут. Формат проведения испытания дистанционный, а для участников предусмотрены две отдельные категории заданий. Для студентов бакалавриата, это называется категория бакалавриат, и для студентов магистратуры и специалитета. Для того, чтобы пройти через отборочный тур в окончательный этап Олимпиады, можно представить свои достижения по другим мероприятиям. Например, диплом медалиста, победителя или призера шестого сезона Олимпиады, который проходил в 2022-2023 годах. Учитываются результаты Олимпиады по направлениям география, экология, геология, региональное развитие и урбанистика, а также углеродное регулирование для категории участников бакалавриат. Кроме того, будет учитываться диплом победителя всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия» в номинации «Экология моей страны» за 2022-2023 учебный год. Но хочу заметить, что все эти документы для учета в работе необходимо представить до конца дня 16 ноября, до 23 часов 59 минут по московскому времени. Ну а сейчас поговорим о структуре заданий отборочного этапа. Эти задания состоят из четырех тематических блоков вопросов. Первый блок — это картография и геоинформатика. Второй относится к естественной географии. Третий — к общественной географии. Ну и четвертый блок — это гидрометеорология. Каждый блок максимально оценивается в 25 баллов. То есть, успешно пройдя все четыре блока заданий, можно набрать 100 баллов за задание отборочного этапа. Типы вопросов очень разные. Это и тестовые вопросы с выбором одного правильного ответа, и тестовые вопросы с выбором нескольких возможных правильных ответов. Открытые вопросы с коротким ответом в виде словосочетания или числа. Это вопросы, где необходимо установить соответствие между разными объектами или их признаками, а также установить верную последовательность объектов, ранжировать их по каким-либо признакам. Все эти типы вопросов относятся именно к отборочному этапу Олимпиады «Я профессионал», потому что на следующем, завершающем уровне большее значение будет отдаваться более сложным творческим заданиям при подготовке ответов. Будут рассматриваться, как теперь говорят, кейсы, которые в частности предоставляются нам, нашими организациями-партнерами. Посмотрим на задания отдельных блоков. Первый блок – картография и геоинформатика. Максимальный балл за верный ответ на каждый вопрос – 5. Вопросы направлены на проверку знаний и понимания сути ключевых понятий методов картографии, геоинформатики, обработки данных дистанционного зондирования, умению применять все это на практике. То есть это те вопросы, которые относятся, как говорится, к альфа- и омега-географии, без чего современное географическое исследование не может ни осуществляться, ни быть презентовано в своих результатах. Для бакалавриата, например, перед вами сейчас слайд с возможным первым вопросом. Что общего в трех проекциях, предложенных на изображениях 1, 2 и 3? При ответе необходимо учитывать как классификацию проекций по виду меридианов и параллелей нормальной сетки, так и характер искажений, которые вы видите на каждой из трех картинок. Предлагается четыре возможных варианта ответа на выбор. Это равновеликие проекции, это равноугольные проекции, это псевдоцилиндрические проекции или это поликонические проекции. Правильный ответ на заданный вопрос — это псевдоконические проекции. Как это можно понять? Если приглядеться к тому, что параллели на всех трех рисунках выглядят действительно параллельными линиями, параллельными экватору линиями, а центральный меридиан на всех картинках перпендикулярен к экватору и тоже выглядит как прямая линия, то это и является признаком псевдоцилиндрической проекции. Следующий вопрос из категории «Бакалавриат» для блока «Картография и геоинформатика». Каким видом отбора возможно охарактеризовать следующую ниже установку при выполнении картографической генерализации? Ответ дайте словосочетанием в именительном падеже. Установка следующая — сохранить в ходе генерализации контуры лесов более 2 квадратных миллиметров. Эта установка соответствует типу генерализации избирательный цензовый отбор. Следующий пример вопроса. На слайде вы сейчас видите вопрос о графическом приеме или способе картографического изображения, характеризующем сюжет буферной зоны вдоль железной дороги на фрагменте карты. Предлагаются четыре варианта для ответа. Эти варианты чуть более сложные, они уже предназначены не для бакалавриата, а для магистратуры или специалитета. Первый вариант ответа — линия, второй вариант — знак движения, третий вариант — эпюра, четвертый вариант возможного ответа — способ качественного фона. Правильный ответ в случае данного вопроса — эпюра, потому что эпюра — это способ изображения количественной характеристики вдоль какой-либо кривой или поверхности, что мы и видим в случае отображения буферной зоны, ее характеристик вдоль железной дороги. Вопрос для магистратуры и специалитета вроде бы и довольно простой, связанный со знанием легенд к топографическим картам, но, тем не менее, может вызвать некоторые затруднения, потому что всегда можно найти такие знаки, которые нечасто встречаются, и даже у специалистов вызывают какую-то задержку в восприятии. Вот, пожалуйста, перед вами на слайде четыре возможных варианта изображений условных знаков, и спрашивается, какой из этих знаков применяется для отображения зимних дорог, зимников. Правильный ответ — это вариант «Г», где мы видим двойную полоску, изображаемую точками. Этот знак весьма характерен для карт, особенно в северной и северо-восточной частях нашей страны. Следующий блок вопросов отборочного тура посвящен естественной географии. Здесь также максимальный балл за верный ответ на каждый вопрос — это 5 баллов. Задача вопросов в рамках этого блока — это проверка понимания диагностических признаков различных ландшафтов и умение производить дешифрирование космических снимков поверхности. Это знание зональной структуры территории России и бывшего Советского Союза. Это знание лимитирующих факторов и условий произрастания различных доминирующих видов в сообществах. Это способность определять по внешнему виду ландшафта, его генезис и предполагать историю развития, а также совершать заключения об отдельных компонентах ландшафта, основываясь на геофизических закономерностях и логических рассуждениях. Кроме того, мы считаем полезным проверить знания истории Петербургской естественно-географической школы, с которой начиналось развитие российской географической традиции уже европейского типа. Вот в предстоящем 2024 году будет отмечаться 300-летие Петербургского университета, и как раз с этого момента в нашей стране официально география стала преподаваться в числе университетских дисциплин. А первым адъюнктом по направлению естественной географии, геологии и естественной истории, как тогда писали, был Степан Петрович Крашенинников, исследователь Камчатки и ректор Петербургского университета. Пример вопроса. На снимках перед вами представлены природные и культурные ландшафты Южной Тайги. Они обозначены русскими буквами А, Б, В, Г, Д. Под ними приведены фотографии профилей почвы, фотографии, которые показывают хорошо строение этих профилей, Эти фотографии профилей обозначены арабскими цифрами. Необходимо указать правильное соответствие профилей почв приведенным ландшафтом. Ответ сейчас перед вами. А. Это сосновый лес, и он вполне хорошо корреспондирует под золистой почве с прекрасно выраженным горизонтом белесым, где накапливается кремнезем и откуда выносятся ниже по профилю гумусовые вещества. Б. Это хвойный лес с тоже признаками оподзаливания в почвенном горизонте. Этому лесу соответствует профиль за номером 1. В. Это явно река и прилегающая к ней пойма, и поэтому однозначно этому снимку можно сопоставить профиль за номером 4, где видна слоистая структура, которая соответствует накоплению алювиальных отложений в поймах. Пойма — это затопляемая часть реки, речной долины, и там постоянно происходит накопление нового осадка. Вот это мы и видим в структуре алювиальной почвы. Г. Это совершенно явно территория дворцового комплекса, где многократно происходила перестройка зданий, переустройство при усадебных площадей, перепланировка парков. В структуре почвенного профиля мы видим многочисленные следы этой деятельности в виде горизонтов с явно антропогенным происхождением. А что касается рисунка D, на котором представлено поле, сельскохозяйственное угодье, то в профиле за номером 3 хорошо видно, как в результате распашки перемешиваются верхние горизонты почв и насколько размыта граница между ними вплоть до глубины пропашки. Следующий вопрос. Уровни бакалавриат для естественной географии. Это предложение расположить приведенные на фрагментах космические снимки земной поверхности таким образом, чтобы участки одной и той же реки, протекающей на территории Российской Федерации, следовали, начиная от Верховьи к Низовьи. Если внимательно посмотреть на все эти снимки, то можно увидеть на них и явные признаки равнинных территорий с широкими долинами, с меандрами и прочими новообразованиями внутри долин, до территорий с явно расчлененным рельефом, которые более соответствуют предгориям. Причем, если в этих случаях мы видим и сельскохозяйственные угодья, и участки лесной растительности, то в случае широких долин с меандрированием, накоплением алювиальных материалов, мы видим признаки даже термокарстового рельефа. Поэтому можно сообразить, что предлагаемая для упорядочивания река, протекает с юга на север. И это, вообще говоря, река Обь. Правильный порядок расположения снимков 5, 4, 3, 2, 1. Я думаю, что в итоговом задании, конечно, не стоит ожидать, что последовательность правильно расположенных снимков будет такой красивой. 5, 4, 2, 1. Возможно, всякое. Возможно, помещение этих снимков в разброс. Поэтому каждый снимок придется внимательно просмотреть и проанализировать на предмет его признаков. Не только с точки зрения рисунка рельефа, но и оценки, в каких зональных условиях расположена местность на приведенном изображении. Еще пример вопроса уже для категории магистратуры и специалитет по естественной географии. На рисунке приведен фрагмент топографической карты масштаба 1 к 25 тысячам, участка проведения летней практики студентов университета. Этот участок расположен в Ленинградской области, если точнее говорить, к югу от Санкт-Петербурга. Красными ромбами и цифрами на этом изображении показаны места, заложенных студентами почвенных разрезов. Известно, что были описаны алювиальная дерновая почва, она обозначается буквой русской А, дерновая подзолистая почва обозначается буквой Б, вариант ответа Б, дерново-подзолистая оккультуренная, агродерново-подзолистая почва буквой В обозначается, дерново-подзолистая глеевая почва обозначается буквой Г, и дерново-подзолистая глеевая почва обозначается буквой Д. Я, по-моему, оговорился в предыдущем случае, дерново-подзолистая глееватая почва обозначается буквой Г. Надо соотнести номера разрезов, обозначенных на карте номерами, с буквами, обозначающими разные почвы. При этом надо понимать положение вот этих разрезов в рельефе, понимать, какие условия растительности находятся в местах заложения этих разрезов, как формируется поверхностный сток, куда он направлен. Давайте посмотрим на правильный ответ на этот вопрос. Дерново-подзолисто-оккультуренная, агродерново-подзолистая почва, относится к точке 4, правильный ответ 4В. Почему так можно догадаться? Да потому что, да, прошу прощения, правильнее все-таки будет отвечать на этот вопрос в порядке следования пунктов на карте. То есть 1В, 2В, 3D, 4В, 5А. Я вот начал с четвертого пункта, это не совсем корректно. Но все-таки продолжу. Почему можно догадаться, что правильное соотношение 4В? Да потому что это территория, лишенная лесной растительности, то есть освоенная территория. Какое освоение в южной части Ленинградской области? Сельскохозяйственная, значит, соответственно, это какая-то агродерновая почва, а подзоленность свойственна почти всем почвам южной тайги на водоразделах. Почва дерново-подзолистоглеевая характерна для точки 3. Она находится в лощине на склоне долины реки. И, соответственно, можно догадаться, что в этом месте собирается больше влаги, поступающей с поверхностным стоком, и более благоприятные условия для формирования глеевого горизонта. А вот рядом расположенная точка 2 соответствует дерново-подзолистой глееватой почве, обозначенной буквой Г. Она находится на водораздельной поверхности, и, соответственно, условия увлажнения на этой поверхности будут чуть более благоприятными, чем на точке 3. То есть профиль почв будет более аэрируемым, то есть больший доступ к кислороду будет иметь. И поэтому глеевый горизонт, полноценный здесь, будет значительно более редуцированным. Ну и что касается точки 1, это дерново-подзолистая почва, которая формируется под лесной растительностью. Ну, в данном случае это леса с дерновым покровом, часто с большой примесью мелколиственных пород. Это весьма типичная растительность для значительной части Ленинградской области. Ну, а по поводу точки 5 особо гадать не приходится. Она находится в самой долине реки, и поэтому ей, безусловно, соответствует оливиальная дерновая почва. Следующий вопрос из блока естественной географии касается знаний по истории развития географических идей. Выдающийся представитель Петербургской географической школы конца 19-го, начала 20-го века Александр Иванович Ваейков среди прочих своих достижений в науке описал явление, которое позже стали называть ось Ваейкова. Александр Иванович Ваейков был знаменитым климатологом, который на самой заре формирования климатологии как самостоятельной науки обобщал данные по наблюдениям на метеорологической сети по всему миру. Его знаменитый труд до сих пор читается с интересом. Он назывался «Климат из земного шара» и в особенности России. Ось Ваейкова отражала представление Александра Ивановича Ваейкова о циркуляции атмосферы над европейской территорией и Западной, и Восточной Европой в особенности. Помимо множества других следствий вот этого явления, другой видный ученый с общемировой известностью, также относящийся к петербургской школе, в середине XX века обратил внимание, что с широтами, к которым приурочено описываемое явление, также связана граница между степью и лесостепью на Восточноевропейской равнине. О каком ученом идет речь? Если вы интересуетесь историей географической науки, то ответ может быть только однозначным. Это академик Лев Семенович Берг, человек, оставивший фундаментальные труды и о ландшафтно-географической зональности Советского Союза и о климатах СССР, и по многим-многим другим вопросам, которые, кстати, выходят и далеко за рамки только лишь географии. Следующий вопрос из блока естественной географии для категории магистратуры и специалитет. Предложение расположить приведенные на фрагментах космических снимков земной поверхности участки одной и той же горной системы по оси с севера на юг, начиная с самой северной. Мы видим здесь картинки с совершенно разными составляющими их элементами. Здесь и участки с леденками, и с скальными гольцовыми высокогорьями, и полностью залесенные склоны, и склоны расчлененные, которые лишены лесной растительности. В общем-то, эта горная страна, на мой взгляд, достаточно хорошо читается, особенно если, вглядевшись в один из снимков, можно различить знакомые очертания долины Катуни. Это Алтай. Правильный порядок снимков 5, 4, 3, 2, 1. Вот они сейчас все перед вами, сложатся в одну картинку. От северного Алтая и до юго-восточного Алтая, где уже сухо, и где ландшафты, по сути дела, монгольского типа с сухими степями и полупустынями. Следующий блок вопросов касается проблематики общественной географии. Для примера вопрос бакалавриата. Начнем с бакалавриата. Максимальный балл за верный ответ на каждый вопрос 5 баллов, кстати. Вопросы направлены на проверку знания, понимания особенностей различных общественно-географических явлений, закономерностей, разбитые по темам населения, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, политическая география. Вот вопрос. Выберите из представленных группу стран, в которой все страны характеризуются расширенным режимом воспроизводства населения. И дальше четыре возможных варианта ответа. А, Б, В и Г. Панама, Лаос, Бангладеш, Гватемала, Исландия, КНДР, Новая Зеландия, Туркменистан, Бацвана, Парагвай, Филиппины, Киргизия. Как надо рассуждать? Перебирать каждую из стран, входящих в эти группы. Ну, очевидно, что Исландия, например, расширенным режимом воспроизводства населения уж никак не может характеризоваться. Так же, как и, например, Новая Зеландия. А правильным ответом на этот вопрос будет вариант Г. Парагвай, Филиппины и Киргизия. Следующий пример вопроса. Определите постсоветскую страну по описанию. Это политико-географический вопрос, хотя и с элементами экономической географии. Западная граница в современном виде сформировалась у этой страны в 1945 году, а восточная в 1926 году. Численность населения длительное время сокращается из-за депопуляции. Около четверти верующего населения — это католики. В промышленности ключевое место занимает нефтяная промышленность, хотя запасы нефти крайне ограничены. В структуре по 7-й площади на территории этой страны 40% занято кормовыми культурами. Но не так уж много подобных постсоветских стран, где четверть населения были бы католиками. Это Белоруссия, Республика Беларусь. Перейдем к следующему вопросу. Он уже относится к категории магистратура и специалитет. Здесь приходится подходить более дифференцированно к системе вопросов и оценивания. Вопросы 11 и 12 предполагают знание определенных научных законов и закономерностей, глобальных и региональных трендов, теорий, специальных нормативно-правовых актов, истории географических наук, вклада ведущих ученых, применение знаний в анализе данных. Верный ответ на 11 вопрос может дать 5 баллов, а на 12 вопрос — 3 балла. Вопросы 13 и 14 нацелены на выявление знания значений терминов, научных фактов, специальной нормативно-правовой базы, определений, названий, топонимики. Верный ответ на 13 вопрос может дать 2 балла, а на 14 вопрос — 3 балла. Вопрос 15 разработан совместно с партнером нашей Олимпиады, фондом ЦССР Северо-Запад. Он предполагает умение применять полученные знания в конкретных социально-экономических и географических условиях регионов России и мира для анализа новых ситуаций. Максимальный верный ответ за этот вопрос — 12 баллов. Этот вопрос творческий, естественно, что его вес в полученном результате будет заметно выше. Замечу, что приведенная сейчас для вас на слайде система оценивания реальных заданий может несколько отличаться от демо-версии в зависимости от специфики вопросов, которые выпадут на конкретный случай проведения испытания. Пример вопроса 13. Соотнесите каждый рисунок с одной из представленных перечисленных отраслей общественно-географических исследований. Здесь представлены области, поименованные буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. Это этническая география, электоральная география, география промышленности, география сельского хозяйства, экономическая география и пространственная экономика, гербанистика и городские исследования, география расселения, политическая география, география транспорта. А справа вы видите шесть изображений карт Соединенных Штатов Америки, где изображены разные явления, и по рисунку, по способам картографического изображения вам надо сопоставить эти карты направлением общественно-географических исследований. Ответ предлагается записать в виде последовательности букв, которыми обозначены отрасли в перечне, без пробелов и запятых в порядке увеличения номера рисунка. правильный ответ Е, Г, Д, А, И, Ж. Вторая часть вот этого же задания – это предложение в одном из рисунков при отображении процесса, явления, феномена, выявить географическую ошибку, опираясь на географические знания, определить, какой рисунок имеет эту содержательную ошибку. Правильный ответ – это рисунок за номером 2, где показано разделение на аридную и увлажненную части Соединенных Штатов по сотому меридиану. На этой картинке не показана наиболее увлажненная область страны на северо-западе с осадками более 3000 мм в год в районе западных склонов береговых хребтов и залива Пьеджент-Саун. Следующий вопрос 14, который тоже состоит из двух подвопросов. Первый из них – это предложение из представленных сочетаний стран-экономик по состоянию на 2021 год определить группу, которая объединена по признаку, относящемуся к географии международной миграции, а именно перемещение из конкретной страны в представленные страны с конкретной целью. Группы стран поименованы русскими буквами А, Б, В, Г, Д, Е. Вы видите их сейчас на слайде. Группы явно не все однородные. И правильным ответом при рассмотрении всех вот этих вариантов будет первый вариант – ответ А. Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Саудовская Аравия, Великобритания. Эти страны объединяются тем, что в них наблюдается миграция из одной конкретной страны с одной конкретной целью. Это вот под вопрос за номером 14.2. Надо определить тип данного вида миграции по ее причине. Экономическая, социальная, культурная, политическая, военная миграция. Правильным ответом для перечисленной группы стран будет культурная миграция с гуманитарными целями для образования студентов. Ну и третий под вопрос по вот этой теме – это из какой страны происходит миграция в Эмираты, Канаду, США, Австралию, Саудовскую Аравию и Великобританию. Из Китая, из Бразилии, из Новой Зеландии, из Пакистана, из Индии, из Турции. Несложно, на мой взгляд, догадаться, что правильный ответ – это вариант D – миграция из Индии. Заключительный блок отборочного этапа Олимпиады «Я профессионал» связан с проблемами гидрометеорологии. Максимальный балл за верный ответ на каждый вопрос – от 2 до 6 баллов. Вопросы направлены на проверку знаний и понимания сутями метеорологических, климатических, океанологических и гидрологических явлений и процессов, их взаимосвязи, понимания основных гидрометеорологических закономерностей. Также проверяются знания и понимания основных методов гидрометеорологических расчетов. Система оценивания реальных заданий может отличаться от представленного в демоверсии в зависимости от специфики вопроса. Пример вопроса для категории «Бакалавриат». В зимнюю ночь над акваторией Баренцева моря проходит холодная и сухая воздушная масса из Центральной Арктики. Как изменятся турбулентные потоки явного и скрытого тепла в системе океан-атмосферы? Варианты ответов А. Не изменятся Б. Потоки явного и скрытого тепла из океана в атмосферу возрастут В. Потоки явного и скрытого тепла из океана в атмосферу уменьшатся Г. Поток явного тепла из океана в атмосферу возрастет, а поток скрытого тепла уменьшится Д. Поток скрытого тепла из океана в атмосферу возрастет, а поток явного тепла уменьшится. Задумываясь на тему правильного выбора ответа, надо помнить, что поток явного тепла связан с разницей температур между поверхностью и атмосферным воздухом. Чем больше этот градиент, тем больше поток явного тепла, а поток скрытого тепла связан с содержанием водяного пара у поверхности и в атмосфере. Если вспомнить о том, что холодная и сухая воздушная масса обладает значительно более низкой температурой, чем водная поверхность на акватории Баренцева моря, и в то же время значительно менее насыщена влагой, чем атмосфера непосредственно над поверхностью воды, то правильным ответом будет ответ Б. Потоки явного и скрытого тепла из океана в атмосферу возрастут, потому что увеличатся градиенты и температуры, и содержание водяного пара. Вопрос 20. Следующий вопрос для категории «Бакалавриат». Он приводится в виде, можно сказать, кейса. В вашем районе изучается влияние засева облаков на подавление разрушительного града путем случайного засеивания или незасеивания равного количества потенциальных штормов. Предположим, что вероятность повреждения градом от засеянных кучевых дождевых облаков равна 10%, а вероятность повреждения градом от незасеянных кучевых дождевых облаков равна 40%. Если один из возможных штормов только что вызвал разрушительный град, какова вероятность того, что он был засеян? Это вопрос, по сути, на понимание основ и теории вероятности. Ответ правильный — 20%. Если обозначить через А засеянные шторма, а через Б шторма, вызывающие разрушительный град, через С обозначить незасеянные шторма, то можно догадаться, что, так как исследуется равное количество потенциальных штормов, вероятности появления засеянного и незасеянного штормов равны 50%. Тогда условная вероятность находится с применением правила умножения вероятностей по стандартной формуле, которая приведена сейчас перед вами на слайде, используя те обозначения, которые я только что перечислил. В итоге получаем простейшее арифметическое соотношение, делим в итоге 500 на 2500, получаем 0,2, то есть 20% вероятности. Следующий пример вопроса — это для гидрометеорологии предложение опять поработать с космическим снимком. На этом снимке красной линией схематично обозначена линия водоразделом через часть одной из горных систем, которая являлась объектом исследований многих отечественных географов, начиная с конца XIX до начала XX века, да и по нынешние времена. Это Потанин, Сапожников, Козлов, братья Троновы. И надо определиться с ответом на вопрос, к какому бассейну или бассейном относятся ледники на снимке. Они хорошо читаются на этом изображении. Я думаю, что подсказка уже достаточно хороша для того, чтобы в случае, если вы знаете историю географических исследований, фамилия Потанина, Сапожникова, Козлова, Троновых связана с исследованием гор Юга Сибири и, прежде всего, Алтая. И правильный ответ на заданный вопрос — это реки бассейна Аби и реки бесточного бассейна Центральной Азии. Вот именно они и отделены друг от друга красной линией, которая является великим азиатским водоразделом. И ледники питают реки, идущие и в сторону Северного Ледовитого океана, и в бесточную область Котловины Больших озер. Правильный ответ — пункты B и Z. Следующий вопрос. Расположите в правильной последовательности классификацию морского льда по возрасту от начального этапа его формирования к последнему этапу формирования. В ответе запишите верную последовательность цифр без пробелов и знаков припинания. Вы видите на слайде пронумерованные варианты. Однолетний лед, ледяные иглы, ледяное сало, серый лед, серо-белый лед, многолетний лед, неласовый лед, двухлетний лед. Правильный ответ — это сперва образуются ледяные иглы, потом ледяное сало, потом неласовый лед, потом серый лед, потом серо-белый лед, потом однолетний лед, потом двухлетний лед, и только в конце уже многолетний лед. То есть цифры 2, 3, 7, 4, 5, 1, 8, 6. Так они должны быть записаны в правильном ответе. Следующий вопрос относится к категории магистратуры. На водосборе реки с постоянным стоком, протекающей в суглинистых грунтах, в зоне достаточного увлажнения планируется высадка леса. Какие формы влияния на сток окажет высадка леса в данном случае? Варианты изменений. Уменьшится сток за период половодия. Сток за период половодия увеличится. Сток за период паводков уменьшится. Норма годового стока уменьшится. Норма годового стока не изменится. Норма годового стока увеличится. Сток за летний период межа не увеличится. Сток за летний период межения уменьшится, сток за летний период межения не изменится, сток за период паводков увеличится. Нужно понимать, что такое половодие, что такое межень, что такое норма годового стока, что такое сток вообще, что такое паводки. Не все из приведенных вариантов правильные, для ответа нужно выделить только те, которые соответствуют реальному процессу, который будет наблюдаться на территории при высадке леса. Кстати, одним из первых такого рода закономерности рассматривал как раз Александр Иванович Ваейков, уже упоминавшийся в одном из вопросов, которые приводились как пример сегодня в нашем собеседовании. Правильный ответ на этот вопрос это то, что при высадке леса будет наблюдаться тенденция к уменьшению стока в период половодия. Лес задерживает поверхностный сток. Кроме того, правильным будет суждение, что сток за период паводков тоже уменьшится. А вот норма годового стока не должна измениться. А сток за летний период межени, то есть тогда, когда минимальные расходы воды, минимальные уровни в реке, вот этот сток как раз должен увеличиться по сравнению с безвлесным состоянием. Правильный ответ на этот вопрос А, В, Д и Ж. Еще один пример вопроса для категории магистратуры специалитет по гидрометеорологии. У поверхности Земли для выбранного района Арктики за период с 1958 по 2014 год средняя величина приходящей солнечной радиации составляет 89,65 Вт на квадратный метр. А средняя величина суммарной солнечной радиации составляет 37,38 Вт на квадратный метр. Вычислите с точностью до сотых альбедо поверхности. В общем-то, это довольно простая арифметическая операция. Ответ 0,58, то есть 58% альбедо поверхности. Альбедо поверхности — это отношение потока, отраженной поверхностью радиации, к потоку падающей радиации. Выражает его, как я уже сказал в ответе, в долях от единицы или в процентах. Суммарная солнечная радиация определяется разностью приходящей и отраженной солнечной радиации. Если обозначить среднюю величину приходящей солнечной радиации, как S приходящая, среднюю величину отраженной солнечной радиации, как S отраженную, а среднюю величину суммарной солнечной радиации, как S суммарной, то тогда суммарная радиация равняется S приходящая минус S отраженная, а альбедо можно вычислить по соотношению разности приходящей и суммарной радиации к величине приходящей радиации. Расчеты перед вами в виде простейшей формулы, которые можно проделать в уме невелик труд. Спасибо за внимание. Я хочу напомнить, что все эти вопросы — это демоверсия, и в конкретном задании вы можете столкнуться с вариациями таких вопросов. Но общая идеология заданий отборочного тура Олимпиады «Я профессионал по географии» будет именно такой, как я сейчас вам представил. Спасибо за внимание. Всего доброго. Успеха в преодолении заданий Олимпиады «Я профессионал по географии». Мы ждем вас и в роли участников Олимпиады, и надеемся, что среди слушателей есть будущие победители этой Олимпиады, призеры этой Олимпиады. И мы хотели бы всех вас видеть среди студентов, ведущих вузов странных, готовящих по специальностям наук о земле, в том числе Санкт-Петербургского государственного университета. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.